И вот, наконец-то, долгожданный видеотренинг по профессиональному инструменту-блог. Я рада представить вам, уважаемые партнеры, самый, пожалуй, необходимый инструмент для каждого маркетера, бизнесмена и предпринимателя. Приветствую вас! Видеоблог ведет Катерина Миллер. Что такое блог? Блог – это ваш персональный веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображение или мультимедиа. Одно из отличий блога от обычного сайта – это то, что все посетители могут оставлять комментарии к вашим записям. Поэтому, если вы занимаетесь бизнесом или каким-либо проектом, и у вас нет личного сайта, заказать который стоит немаленьких денег, Компания Zooko предоставила вам возможность самому лично создать свой собственный ресурс в виде блога о своем продукте, услуге и т.д. А теперь давайте перейдем к изучению блога. В разделе «Мои инструменты» – «My Tools» перейдем во вкладку «Блог». Перед вами открывается 8 вкладок. Для начала вам необходимо настроить аккаунт. Для этого перейдем во вкладку «Настройка аккаунта» – «Account Settings». Сперва придумайте название домена, т.е. адреса ссылки на ваш блог. У меня, например, «Your Choice». Будет он выглядеть как «YourChoice.Zooko.com». Нажимаем «Далее». Затем выбираете шаблон вашего блога. Представлены 4 цвета. Выбираем один из них и нажимаем «Далее». На следующем шаге настройки необходимо ввести все адреса ссылок ваших аккаунтов в 6 социальных сетях – Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, YouTube. Вводите все адреса ваших аккаунтов и нажимаете «Далее». В строке «Адрес страницы возврата» вам необходимо указать URL ресурса, куда должна перенаправить форму ввода имени и адреса электронной почты вашего посетителя. У меня это сокращенная через инструмент ShortURL реферальная ссылка на регистрацию в 1 доллар. В строке «Название формы» укажите привлекающее внимание заголовок, который побудит вашего клиента ввести свое имя и адрес электронной почты и пройти по ссылке. Например, я ввела «Воспользуйся за 1 доллар инструментами в течение 7 дней». Вводите название формы и нажимаете «Далее». На следующем этапе настройки предлагается выбрать необходимые для вас ссылки в нижнем поле блога. Я выберу, например, «Контакты». И в поле «Контакты» я ввела все данные для связи со мной, моему потенциальному клиенту или партнеру. И нажимаете «Далее». Здесь представлена информация о владельце блога, то есть о вас, которое будет располагаться в боковом меню блога. В первой строке вводим заголовок. Здесь это обычно короткое описание себя. Загружаете фотографию и пишите несколько слов о себе. Советую написать немного о вашей деятельности, с которой связан ваш блог. Нажимаете «Далее». И последний шаг. Вводите главное название вашего блога. Оно будет располагаться в самом верху блога. Далее описание блога в виде одной фразы. И ключевые слова поиска или запросов. И нажимаете «Сохранить». Затем вам напишут «Поздравляем, вы успешно сконфигурировали свой блог». После этого нажимаете на инструмент «Блог» в левом меню. Или обновляете страницу личного кабинета. И теперь в меню у вас есть вкладка «Смотреть мой блог». «ViewMyBlog». Нажимаете на нее. И она выводит ваш блог в предварительный просмотр и отражает все этапы изменений. Как вы видите, у нас появилось собственное доменное имя. «YourChoice.Zuql.com». Далее здесь отразился заголовок. Под заголовок. Отразились все социальные сети, в которых вы зарегистрированы. Также отразился формат захвата данных посетителя. Имя, имейл. Далее отразилась ваша фотография. И немного о себе и о вашей деятельности. И внизу «Контакт АС». Это все указанные ваши контакты. Следующее, что вам необходимо сделать, это построить меню блога. Для этого возвращаемся в личный кабинет. Заходим во вкладку «Построить меню», которая позволит вам создать главные разделы в верхнем меню вашего блога. В «MyBlog» меню нажимаете «Create New». «Item Name» – вводите название вашего раздела или пункта. Например, я введу «Бизнес возможности». «Sortkey» – вводите порядковый номер очередности вашего раздела. Например, номер 1. Обращаю ваше внимание, что по умолчанию в блоге первый идет раздел «Welcome». Это главная страница вашего блога. Вторым идет сам блог, где вы будете размещать свои посты, то есть записи. А затем в заданной вами очередности будут располагаться ваши созданные разделы или пункты. Поэтому можно смело поставить цифру 1 в «Sortkey». В URL вам необходимо скопировать адрес ссылки главной страницы вашего блога. Для этого переходим на блог, нажимаем «Welcome» и копируем вот этот адрес, то есть ваше доменное имя. Возвращаемся в личный кабинет и вставляем строку «URL». В строке «Parent-меню» пока ничего не вводите. Это родитель вашего подраздела. Он будет необходим при создании подразделов. Нажимаем «Ок». Как видим, один раздел мы уже создали. Затем создаем еще один раздел таким же образом. К примеру, пакеты инструментов. Так как бизнес-возможности у нас были первые по очередности, соответственно, пакет инструментов поставим по очередности вторыми. И URL мы также отражаем главную страницу нашего блога. «Parent-меню» мы ничего не вводим. Нажимаем «Ок». Вот у нас создались два раздела «Бизнес-возможности» и «Пакет-инструментов». Теперь перейдем на блог, обновим страничку. И увидим, как наши разделы в какой очередности отразились в верхнем меню блога. Для того, чтобы создать подразделы, перейдем в главное меню инструмента «Блог» – «Управление категориями». Для начала создадим одну пробную категорию, которая позволит нам создать подразделы. А затем, чуть позже, я вам расскажу об этой категории более подробно отдельно. Для этого нажмем «Create-new». Введем в категорию «Name», например, «Видеотренинги». И «Sort-K» – это тот же парадок очередности, введем пока один. Нажмем «Ок». Мы создали одну категорию, которая теперь позволит нам создать подразделы. Для того, чтобы создать подразделы, перейдем в главное меню «Блог» во вкладку «Управление постами». «Manage posts». Открываются два раздела «Мои посты» – «My posts» и «Мои страницы» – «My pages». Перейдем во вкладку «My pages» – «Мои страницы» и нажмем на «Create new». Перед вами открывается редактор вашей страницы, которая будет размещаться в одном из созданных вами разделов. Дата записи. Обращаем внимание на пояснение в скобках. Если вы хотите разместить свой пост в разделе «Блог», тогда поле с датой оставляете. В данный момент нам необходимо создать страницу для подраздела вашего верхнего меню. Поэтому стираем дату и оставляем строку пустой. Название. Прописываете главный заголовок вашей страницы. Указываете под заголовок. По желанию выставляете галочки, либо их снимаете. К примеру, при открытии вашего поста или вашей страницы нужно ли показывать верхнее меню, то есть вот это меню. Если нужно, значит оставляете галочку. Показывать боковую панель, то есть вот эту всю полностью панель. Если нужно показывать, значит также оставляете галочку. Показывать заголовок и показывать под заголовок, то есть вот эти строки. Далее ставите картинку к вашей странице. Выбираете файл. Также при необходимости можете поставить галочку «Удалить изображение», если вам эта картинка здесь не нужна. Теперь переходим к самому редактору вашей страницы или записи. Перед вами пустое поле, куда вы можете вставить свой текст о вашем продукте, услуге или какую-нибудь информационную новость. Здесь вы видите панель редактирования, очень похожая на Word. Например, всем привычный выбор курсива, стили, формат, шрифт, размер, цветовая гамма, а также варианты размещения. Прежде чем применить какое-либо действие к вашему тексту, выделите его либо полностью, либо какой-либо фрагмент. И примените это действие. Здесь несложно, разберетесь. Но прежде чем мы перейдем к созданию страницы, хочу обратить ваше внимание на следующий значок. Вставить, редактировать ссылку. Эта функция позволит вам в выделенный фрагмент текста завуалировать свою, например, реферальную ссылку. Для этого выберем необходимый фрагмент текста. Ну, например, «Добро пожаловать в удивительный мир Зуку». И нажимаем на кнопочку «Вставить, редактировать ссылку». В поле «Ссылка» вставляете свою ссылку. Вставляете. Во вкладке «Цель» выбираете новое окно «Blank». И нажимаете «Ок». Теперь при нажатии ваш выделенный текст на странице будет переводить на вашу реферальную ссылку для всех посетителей. Теперь очень важный момент. Расскажу вам о размещении изображения или видео. Для этого есть кнопка «Изображение». Обращаю ваше внимание, если вы разместите свое изображение в самом начале текста посредством выбора файла картинки, то ваше изображение будет встроено слева от основного текста. Вот как у меня. Если мы удалим изображение здесь и выберем вариант размещения картинки посредством функции «Изображение», в этом случае сначала будет идти ваше изображение, а затем со следующего абзаца начинаться основной текст. Сейчас я вам это продемонстрирую. Разместить изображение вы можете двумя путями с помощью этой кнопки. Для начала поставим курсор там, где необходимо нам это изображение и нажмем кнопку «Изображение». Итак, первый путь. Копируете URL размещенного в интернете изображения и вставляете в поле «Ссылка». И нажимаете на стрелочку «Обновить». В окне появится предварительный просмотр вашего изображения. Вы можете изменить вручную ширину и высоту изображения. Рядом расположен маленький закрытый замочек, который при изменении ширины автоматически изменит высоту для сохранения пропорции. Если же вы захотите самостоятельно изменить и ширину и высоту без пропорции, нажмите один раз на замочек. Когда он будет в открытом виде, вы можете сами вручную поменять все параметры. Далее нажимаете на «Ок». Вот таким образом разместилось ваше изображение. Повторюсь, если картинку вы располагаете путем выбора файла, то ваше изображение отображается вот в таком виде. Слева, справа начинается текст. Если же вы удаляете здесь изображение и выбираете изображение путем кнопки «Изображение», добавляя ссылку с интернета, тогда ваша картинка будет располагаться вот в таком виде. Сначала картинка, далее идет текст. Вернемся в личный кабинет. И третий путь размещения изображения. Сейчас мы это удалим. Нажмем на кнопку «Изображение». Это вкладка «Загрузить». Выбрать файл с вашего компьютера. И загрузить на сервер. После того, как появится окно браузера «Upload Successful», загружено успешно, нажимаете «Ок». И во вкладке «Данные об изображении» также появится предварительный просмотр со всеми параметрами, которые вы можете изменить. Нажимаем кнопку «Ок». Вот таким образом мы научились размещать с вами картинки с помощью трех способов. Если вам необходимо изменить картинку или ее параметры, то в поле редактора вам нужно выделить только картинку, нажать на кнопку «Изображение» и выполнить все необходимые действия. Далее нажать «Ок». Теперь я покажу вам, как разместить видео на вашей странице. Здесь немного сложней, но интересней. Для начала выберем место среди вашего текста, где будет размещаться видео. Ну, к примеру, у меня после заголовка. Вы можете по желанию вставить название видео и установим курсор на том месте, где видео будет располагаться. Далее заходим в YouTube. Выбираем интересующее вас видео. Под видео есть кнопка «Поделиться» или на английском «Share». Нажимаем. Далее выбираем HTML-код. Полностью его выделяем. Копируем. Немного ниже нажимаем «Еще». Опускаемся вниз. И снимаем желательно все галочки, кроме показать название видео и функции проигрывателя. Далее возвращаемся обратно в личный кабинет, в текстовый редактор. Проверяем, что ваш курсор стоит на нужном месте для видео. Ставим любые символы, например, поставлю 6Q, чтобы их легко можно было найти в HTML-коде. И нажимаем в панели инструментов вашего текстового редактора кнопку «Источник» или «Source». Перед вами появится огромное количество непонятных символов. Находим указанные наши 6Q. Очень внимательно. Вот я уже их нашла. Выделяем только эти буковки, которые мы написали. Только не зацепите ничего лишнего. Стираем эти буквы. И вместо них вставляем скопированный HTML-код видео. Ставили. И снова нажимаем кнопку «Источник» или «Source». Вы вернулись в обычный формат текстового редактора. И вместо вашего видео вы видите рамку и фрейм. Все. Ваше видео размещено. Обращаю ваше внимание, что точно таким же способом, как и видео, вы можете разместить свой созданный баннер, предварительно скопировав его HTML-код и вставив в необходимое место. Прежде чем мы посмотрим на конечный вариант моей страницы, опускаемся ниже и в поле «Написать в категорию» ничего не выбираем, так как в данном случае мы создали не пост, а страницу для подраздела. Категорию вы будете выбирать при размещении ваших постов или записей в самом блоге. Кнопка «Сохранить запись» сохранит все ваши изменения, но не опубликует на блог. Кнопка «Опубликовать запись» и сохранит и опубликует все ваши изменения и записи. Кнопка «Закончить редактирование» не сохранит и не опубликует ничего. Сейчас нажмем «Опубликовать запись». Так как мы с вами оставили поле с датой пустым, программа автоматически определила, что наша запись была создана в качестве страницы. Поэтому перейдем во вкладку «My Pages». Вот она отразилась в вашей странице. Если же вы оставили дату размещения, то ваша запись будет считаться как пост и разместиться в разделе «My Posts». Перейдем во вкладку «My Pages» и увидим свою созданную страницу. Здесь отражается, к какой категории относится наша страница. Можем ее отредактировать или удалить. Теперь вернемся к созданию подразделов. Эта страница была создана в качестве подраздела нашего раздела «Бизнес-возможности». Чтобы закончить всю процедуру создания подраздела, нажмем на созданную страницу. Нас перенаправят на наш блог. Скопируем адрес ее ссылки и перейдем в главное меню блога «Построитель меню». Для того, чтобы вам создать подразделы в каждом разделе, нажимаем снова «Create New». И в тех же полях вводите уже название вашего подраздела и соответствующую сортировку. То есть у нас были «Бизнес-возможности». Теперь я название введу подраздела «Особенности». «Zuql». «Сортировку» — это будет первый подраздел в моем разделе. Ставлю один. Далее в URL мы вставляем скопированный адрес уже созданной нами страницы. И в строке «Parent-меню» — вот он нам и пригодился — это родитель вашего подраздела. Мы выбираем, в какой раздел необходимо разместить эту страницу. Мне необходимо особенностью «Zuql» разместить в «Бизнес-возможности». И нажимаем «Ок». Таким образом вы создали раздел с встроенным в него подразделом. И выглядит это в блоге следующим образом. «Бизнес-возможности» — вкладка «Особенности Zuql». При нажатии «Особенности Zuql» нас перекинет на ту самую страницу, которую мы с вами создали. И так далее. Вы создаете остальные интересующие вас разделы с подразделами. Текст самих страниц подразделов вы редактируете во вкладке «Управление постами» — «My Pages». Здесь же, в разделе «My Posts» вы создаете ваши посты с указанием уже даты размещения. И они теперь попадут исключительно в раздел главного меню «Блог», а также в категории, которые располагаются в боковом меню. Теперь перейдем к изучению вкладки «Управление категориями» — «Manage Categories». Перейдем в личный кабинет, в главное меню «Блог» — «Управление категориями». Здесь представлены ваши категории блога, которые позволят вам все ваши опубликованные посты отсортировать в разные категории и представить клиенту в отдельном меню. Сейчас мы с вами создадим еще две категории постов для примера. А затем визуально посмотрим, где они располагаются на самом блоге. Для этого нажимаем «Crate New». В открывшемся окне необходимо вписать название категории и порядок сортировки. Например, первую категорию мы создадим «О партнерстве» и поставим, так как у нас уже есть категория «1» в видеотренинге «1», поставим «О партнерстве» категорию «2». Нажмем «Ок». Создадим еще одну категорию, например, «Заголовки». И поставим уже «3». Далее в меню вы видите 4 колонки. Первое – это порядок сортировки ваших категорий. Второе – это название категории на блоге. Третье – «Постс» – количество постов в вашей категории. И четвертое – «Экшенс» позволяет вам отредактировать название и порядок категории, удалить категорию, а также выводить в предварительный просмотр при нажатии лупы. Вот таким образом наши категории располагаются на самом блоге. Возвращаемся обратно. Хочу обратить ваше внимание на то, что в каждом столбце еще есть маленькая стрелочка, которая позволит вам настроить меню категории блога. Здесь вы можете отсортировать по возрастанию своей категории, по убыванию и настроить столбцы. Но это сделано для вашего удобства и никаким образом не повлияет на размещение ваших постов и категорий на самом блоге. Для того, чтобы разместить свои посты в этих категориях, вернемся в меню во вкладку «Управление постами» – «Manage posts». В разделе «My posts» нажмем кнопку «Create new». Точно таким же образом, как мы создавали страницу, мы с вами создадим сейчас пост. Только обязательно строчку «Дата записи» оставим заполненной. Вы можете выбрать, кстати, здесь любое число. Теперь быстренько заполним всю информацию для нашего поста. Разместим текст. Выберем картинку. И теперь в меню каждого поста внизу в строке «Написать в категорию». Указываем, в какую из только что созданных категорий отправим этот пост. Например, о партнерстве. И нажмем «Опубликовать запись». У нас в моих постах появился первый пост. Мы видим здесь дату размещения, какая категория. Таким образом, ваш пост располагается и в меню «Блог», и в категориях бокового меню. Но для удобства уже в отсортированном виде. Далее перейдем к изучению следующего раздела. Осталось совсем немного. Перейдем в главное меню «Блог». Вкладка «Написать в блог» напрямую отправляет вас к созданию записи в текстовый редактор, о котором я вам уже рассказала. Здесь вы можете создавать и посты, и страницы. Не забывайте только либо стирать дату записи, тогда это будет страница, либо оставлять дату, тогда это будет опубликовано в виде поста. Следующая вкладка «Редактировать домашнюю страницу» позволяет вам отредактировать отдельно от всех страниц самую главную страницу «Велком». Точно таким же образом, как и страницы и посты. Сейчас мы заполним это меню об основной деятельности, чем занимается ваша компания. Заполним поле нашей домашней страницы. Я размещу здесь сейчас свою картинку «Загрузить», «Выбрать файл», «Загрузить на сервер» и нажмем «Ок». И далее вставим текст. Нажмем «Изменить домашнюю страницу». Вот таким простым образом мы с вами отредактировали домашнюю страницу. Ну и последнее, на чем мы с вами закончим изучение инструмента «Блог», это вкладка «Управление рекламой». Перейдем в главное меню «Блог», «Управление рекламой». Она дает вам возможность размещать баннеры на своем блоге сопутствующей рекламы или коммерческой рекламы. Да все, что захотите. Лишь бы вам было удобно и комфортно. Для этого нажмем на вкладку «Управление рекламой». Перед вами открывается два раздела – «Сайт Ads» и «Интернал Ads». «Сайт Ads» – это боковые объявления на вашем блоге. «Интернал Ads» – это внутренние объявления. Нажимаете кнопку «Create New». Выбираете вид объявления или боковое, или внутреннее. Вставляете ссылку, куда объявление будет перенаправлять, и выбираете картинку объявления. И нажимаете «Ок». После того, как изображение успешно сохранено, нажимаете «Ок». И вы видите, что в главном меню у вас появилось изображение. Ссылка – это ваша сопутствующая реклама на вашем блоге. Для сравнения, как будет выглядеть внутренняя и боковая реклама, создадим еще внутреннюю. Таким же образом, «Create New». Выбираем «Интернал Ads» – внутренняя реклама. Вставляем URL ссылки и выбираем изображение. Нажимаем «Ок». Изображение размещено успешно. «Ок». Вот таким образом вы можете размещать у себя на персональном сайте дополнительную рекламу или объявление. Ну а теперь перейдем на сам блог и посмотрим, что у нас получилось. Мы видим домашнюю главную страницу Welcome. Раздел «Блог». Здесь размещаются все ваши посты. Дополнительно созданные разделы и встроенные странички. Также все ваши социальные сети. Страничка захвата. Немного о себе. Категории ваших постов. И в нижнем меню «Контакты». Contact Us. И для сравнения здесь размещено боковое объявление. Ниже размещено объявление внутреннее. Также необходимо отметить, что блог, в отличие от обычного сайта, позволяет вам и вашим посетителям оставлять комментарии ко всем записям и постам, размещенным вами на блоге. Ну вот теперь вы стали счастливым обладателем профессионального инструмента от Zookal – персонального блога. Если вам был полезен и доступен в понимании мой видео-тренинг, оставляйте комментарии под моим видео. А также подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы узнавать в числе первых новостей о всех инструментах и о компании Zookal. С вами была Катерина Миллер, и я желаю вам скорее научиться эффективно использовать все инструменты для своей деятельности, чтобы достичь самых высоких результатов. Успехов вам! До будущих встреч! Пока-пока! Продолжение следует... Продолжение следует...